МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА А если закрывать отопление, то все равно периодически окна нужно открывать, потому что там всем строительным материалом, вот три года прошло, запах этот не выветрился. Крышу у нас текут, текут все крыши. В подвале можно рыб карасей разводить, пенопластовые дома. Если заведутся крысы, чего от них останется, вот нас это все интересует. Или у нас, например, протекая крыши, затекает вода в щитки, в электрощитки. Если там произойдет замыкание, пенопласт, он не горит, он плавится. Мы задохнемся все элементарно. Тут уже хромая лошадь будет, вторая. Ситуация действительно неоднозначная. Правительство области было вынуждено включиться в решение этого вопроса. Мы исходим из того, что на сегодняшний день те, та проблема по этим домам, которые столкнулись жители, с которой столкнулась администрация города Сокола, ну нельзя оставлять город Сокола один на одиннадцатой проблемой. Прежде всего потому, что финансово это достаточно тяжелая проблема, которую необходимо разрешить. Поэтому было принято решение о том, что мы подключаемся к решению этого вопроса. Ну и, соответственно, принято решение о финансировании тех мероприятий, которые необходимо провести для решения тех существующих вопросов. Губернатором области принято решение о софинансировании этих мероприятий со стороны областного бюджета и принято решение о специальном контроле этих мероприятий со стороны правительства Вологодской области. Непосредственный контроль поручен мне, как курирующему заместителю данной области, поэтому со стороны правительства Вологодской области заверяю вас, что данный вопрос без решения не оставим, сделаем все возможное для того, чтобы он решить в кратчайший срок. Что касается конкретных сроков, могу только предварительно сказать по этим срокам, потому что реальные сроки будут оценены после того, как будут проведены все оценки со стороны экспортной организации. Ориентировочно мы предполагали, что все работы, связанные с внешними установительными работами, возможно исполнить 1 января 2016 года, то есть до конца текущего года. Те мероприятия, которые связаны с необходимыми ремонтными работами в квартире, в течение 12 часов. Мы постараемся эти сроки максимально сократить так, чтобы в летний период уже никаких вопросов не оставалось. Проблемы не общеизвестны, просто и вкратце они разбиты на 5 частей. Первая проблема – это вентиляция. Мы предоставили проектное решение, как устранить эту проблему, по максимуму ее нивелировать. Вторая проблема – это кровля. Есть решение – это ЛСТК, то есть кровля из ЛСТК и утепление межэтажного перекрытия. Третья проблема – это фасады и окна. Это одна проблема, то есть это утепление фасадов для того, чтобы не было ни промерзания стен, и жильцы не мерзли, и были качественно установлены хорошие окна, правильные. Четвертая – это затопление подвалов и гидрозоляция фундамента. То есть тоже представлены проектные решения. Ну и пятое – это, разумеется, внутренний ремонт квартир, по которой, насколько я понимаю, и мое предложение – это составляется дефектная ведомость на все 68 квартир и индивидуально решаться на каждой квартире. Потому что, с того, что я разговаривал с жителями, у всех вопросы разные. У одних там, вот мне только надо плинтус поменять, грубо говоря, линолиум, остальное меня устраивает. Другой житель, наоборот, говорит, я абсолютно не согласен, мне нужно делать все, убирайте все, сносите все, у меня все трещит. Поэтому этот вопрос должен быть индивидуальный. Есть жители, которые абсолютно нет претензий. Я читал заключение эксперта и опрос жителей. То есть есть несколько, там, может, 10-12 квартир, которые пишут, мы сделали ремонт, нам ничего не нужно. Видите, это было, в принципе, наверное, может быть, даже один из вопросов, когда мне ставили. То есть, может быть, Михаил Юрьевич мне сказал, что, может быть, нам проще эти дома снести и построить новые, допустим, по вашей технологии или какой-то другой, зарекомендовавшийся хорошо в нашей области. Был такой вопрос, но, исходя из того, что я прочитал, это заключение эксперта, то есть конструктив, то есть, вот, смотрите, еще состоит дом. Дом состоит из мощного каркаса, в данном случае он бетонный, из фундамента и отделки. То есть есть фундамент, есть каркас, есть отделка. С отделочным материалом относятся все остальные, то есть фасадные, это наружные, кровельные и внутренние отделочные материалы. То есть мы сейчас, наша компания предлагает, что снять всю эту шелуху и закрыть этот нормальным, современным, энергоэффективным коконом. Что и внутри, что и снаружи. Вот, в принципе, это вкратце. Поэтому конструктив дома ломать смысл, ну, я не знаю, если бы у администрации области было бы лишних, там, в общем, 200 миллионов, то эти дома разрушить до основания, на них поместье построить новые, может, есть смысл. Но в данной экономической ситуации, и опять же, опять же, если посмотреть со стороны не денег, а со стороны жителей, люди на два года, на три года, сразу потеряют проблему, они не будут иметь жилья. Эта проблема решится за полгода, основная. Основной инспектор проблем за полгода решится. Остальные по мере выполнения внутренних отделочных работ. Поэтому намного более правильные, на мой взгляд. Правительство области специально взяло паузу после того, как мы выехали, рассмотрели эту ситуацию, специально взяли паузу для того, чтобы посмотреть, какие варианты решения этой проблемы есть. Естественно, тот вариант, который предлагается сейчас, он прорабатывался и с нами, совместно с городом Сокола и совместно с правительством Вологодской области. Этот вариант лично мы считаем наиболее оптимальным. Если кто-то из вас готов предложить другой, технически другой вариант, это можно рассмотреть, но мы считаем этот вариант оптимальным. На тех заседаниях, неоднократных, которые мы проводили совещания, все эти вопросы разбирались пошагово. Не одно было совещание, и сразу могу сказать, что эти совещания рассматривали вопрос детально с точки зрения дорожной карты и плана графика выполнения всех ремонтных работ от начала до конца. Поэтому говорить о том, что какие-то вещи не проработаны, в чем-то мы не разобрались, что-то мы не знаем про ваши дома, что у вас не учтено в процессе предложенного решения, это на самом деле не так. Разбирались достаточно детально по вашим домам. Но еще я хочу сказать, что никто и никогда не будет финансировать те мероприятия, которые не нарушают доверие. Но никто не будет давать деньги на реконструкцию тех домов, которые, если эта реконструкция, не отвечают реальные требования. Я вас уверен. Поэтому если правительством области принято решение о финансировании этих работ, сегодня такое решение принято. Если вы решаете вопрос о возможности проведения этих мероприятий, соответственно, будет открыта финансовая линия для того, чтобы эти работы осуществлялись. Сегодня этот вопрос, еще раз говорю, решен. Я вас уверяю, никто и никогда не будет финансировать те работы, которые не дадут результат. Первое совещание, которое было по линии Общероссийского народного фронта, оно проводилось в декабре месяце. Представители не только регионального народного фронта, но и представители Москвы были, и были определенные проблемы. И было сказано, нужно это решить. Властям города, в первую очередь, ну и естественной области. Значит, данный вопрос решался очень тяжело, потому что не было финансовых средств, были различные предложения. Мы смотрели и сметы, но когда приходили, говорили жителям об этом, не было конкретики. А раз конкретики не было, жители были недовольны. И возникала все равно напряженность у людей, и требовали именно переселения в домов. И в следующий момент приезжали из фонда реформирования ЖКХ в мае месяце. Там уже было более серьезно, посмотрели все, и было четко определено срок. Срок на сегодня также был задержан, но искали деньги. На сегодняшний день, значит, область, она вопрос данный решила, потому что раньше вопросов софинансирования не было. Потому что вся работа была возложена на город. И раз вы делали, значит, вы отвечаете до конца и на ваши деньги. А раз сегодня из УЗВ, Виталия Владимировича, позвучало, что софинансирование определено, значит, были уже названы не проблемы, а были названы конкретные решения данных проблем. И вот тот строитель, который выступал, Михаил Юрьевич, он грамотно, видно, что человек разбирается. Вот на самом деле я много слышал до этого всяких предложений и задавал много вопросов. Это первое выступление строителя, который обозначил проблему, обозначил их решение, и все, он не упустил ничего. Поэтому будем надеяться, что все-таки, когда люди увидят, что ремонт сделан будет так, как нужно, а я надеюсь, что это будет сделано, я думаю, вопрос переезда в новые дома отпадет, потому что на самом деле дом это расположено на очень красивом месте на берегу реки, рядом парк. Поэтому, когда увидят это все, я думаю, что напряженность будет снята у людей. Я как со-председатель регионального отделения Российского народного фронта буду, естественно, наблюдать за ходом ремонта. И мне, даже если я что-то сам не смогу, жители все равно ко мне придут, благо я работаю рядом, являюсь директором кадетской школы-интернат, которая находится через дорогу по счету этих домов. Поэтому, естественно, я контролировал чуть ли не каждую неделю данные дома. И 27-го я еду в Москву, также по вопросам аварийного жилья. Ну, разумеется, очень довольны, потому что до этого у нас были только жалобы. Но тут, насколько эксперт-строитель нам рассказал, нам очень нравится то, что вентиляцию сделают, то, что у нас будет дышать, чем в доме. И в остальном все отремонтируют. Я очень довольна. У нас будет нормально жилье через год. Немножко придется потерпеть, ничего страшного. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова